Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Олег Газ, и сегодня мы будем настраивать Call of Duty Modern Warfare Warzone 2.0. Если вам нравятся такие ролики, быстрые, за 4-5 минут, то ставьте лайк, пишите комментарии, как в прошлом ролике, и, собственно, погнали сейчас к ролику. Короче, заходим в игру, по моему способу у вас получилось запустить игру, куда бедно у большинства, и вы мне теперь пишите вконтакте, в ватсапе даже некоторые пишут, о том, что, как настроить графику, как сделать фпс. Короче, сидел, ковырял и достиг 200 фпс. Заходим в графику, если у вас карта RTX, если у вас карта не RTX, то есть там 10 серии, просто все на минимум ставьте. Даже не смотрите эти ролики, я посмотрел их сам, и это просто, о боже, они заходят, вырубают Xbox и Launcher, увеличивают быстродействие, заходят в электропитание. Да, можете так это сделать, но я так же все делал, ни хрена особо сильно пользы никакой нет. Давайте пройдемся по игре, где есть польза, и зайдем также в диспетчер задач по NVIDIA. Итак, вы заходите в рабочий стол, заходите в панель управления NVIDIA, если у вас видеокарта NVIDIA, запускаете все очень просто, этот значок, и выбираете параметр регулировка настройок изображения. Выбираете ползунок «Пользовательские настройки» и ставите все на производительность. После этого делаете расширенные настройки 3D изображения, делаете «Восстановить», потому что вы там по-любому наковыряли всякого дерьмеца, ставите вертикальный синхроимпульс быстро, и анизотропную фильтрацию можете нафиг выключить. Если не помогло, восстанавливаете опять все на исходную и ставьте просто вертикальный синхроимпульс быстро. После этого применяете, заходите обратно в игру, заходите во вкладку «Графики», поехали по экрану. Обязательно играть нужно в полном экранном режиме. Без рамки еще более-менее, но минус 20 фпс, оконные в окне, это все бульберда. Монитор у вас стоит, собственно, по умолчанию, видеокарта стоит по умолчанию, частота обновления. Желательно у вас должен быть монитор с частотой обновления 144 герца. Это уже минималка в реалиях Battle Royale игр, желательно 240. После этого вы здесь ставите либо авто, либо 144. Ну, скорее всего, у вас 60, либо 144, поэтому ставите либо 60, либо 144. Поехали. Разрешение экрана. Тут зависит все от вашего компа. Ну, самое идеальное это 1440p. Потом у нас идет 1920x1080p, это Full HD называется. И, если совсем по компьютеру беда, то 1280x720. Это просто HD. Качество будет ухудшаться по разрешению экрана, фпс будет увеличиваться. Не забывайте про это, можете играться с разрешением экрана. Дальше поехали. Формат экрана у меня стоит авто, можете играть на 16 на 9, 16 на 10. Как вам удобно. Вертикалку вырубайте, нахер вообще не надо, она будет приклеиваться к вашей частоте монитора. Можно ее поставить, если у вас есть, собственно, там, фрисинг или вот эта настройка самого монитора, да. Или физикс там, или как она еще называется, от NVIDIA забыл. Короче, вырубайте, не парьтесь. Максимальная частота кадров обязательно, без ограничений. Повторная оптимизация шейдеров и оптимизация шейдеров я скачал. Поэтому ставьте. Гамма 2.2, если вы играете на мониторе, 2.4, если вы играете на телевизоре. Яркость вот 0.51, максимум 55. В зависимости от того, как у вас по монитору, как у вас по карте. 51, 55. Дальше поехали. Маскирующая рамка отключена. Поподробнее ничего нахрен не надо. Переходим во вкладку качество. И здесь самая интересная фишка, на чем нужно просто сделать самый вот упор на настройку NVIDIA DLSS, либо на вот этот, что это такое? FIDEL-T, FIDEL-T FX CASE, да. FIDEL-T FX CASE вы выбираете подробнее? Нет, не FIDEL-T FX CASE, где она эта штука? AMD FSR. AMD FSR 1.0. Это если у вас карта AMD, к примеру, да, ну хотя она у меня тоже есть. Играть на max качестве. Играть на качестве. Но если у вас есть NVIDIA DLSS, все, вы боги. У вас есть RTX, у вас есть 30-я серия, 20-я серия, RTX, короче, у вас работает, да. Заходите подробно и выбираете, ребят, качество. Если немножко туговато с FPS, ставите баланс. Max производительность, производительность, вообще, вырежи глаза, у тебя будет уже все, квадратизм. Но тоже прибавит FPS, а причем нехерово. Поэтому желательно выбирать NVIDIA DLSS качество. Что мы идем дальше? Резкость NVIDIA DLSS 85 нормальная. Видеомасштаб, видеопамяти масштаб. Говорят, что нужно ставить 85. Я поставил 90. Почему? Потому что вот сюда, смотрите, на эту полоску. Если у вас здесь охереть не встать, какая здесь до максималки еще далеко, и даже желтой нет до половины. Ставьте масштаб видеопамяти 90. Но, если вы хотите немножко подзакономить FEPAS, да, ставьте 80. Если у вас нет NVIDIA DLSS, что делать? Привязать к жопе веник, получается. Что нужно делать? Что нужно делать? Отключить у вас стоит, да. Ставите фильмик SMA и играетесь здесь качествами. Обычный, высокий, максимум, все зависит от того, насколько вам комфортно FEPAS. Я поставил обычный. Если у вас есть RTX, то DLSS обязательно. Подробнее, качество обязательно. Если хотите вообще жир-жирский, выбираете AMD FSR и делаете жир-жирский, потому что здесь есть вообще максимум качества. Все, вы стали классным парнем, максимум качества поставили. У вас реально картинка будет, дай боже. Дальше поехали. По компу, если нет RTX, вот тут все на низкое. И ролик можете выключать, ставить лайк, писать комментарий. Все, вы классный пацан, вы настроили. Если у вас есть RTX, то поехали. Разрешение текстур ставите на высоко, чтобы у вас все детализировано было. Можете смазаться, конечно, прибавить чуть FPS, не особо. Ну, картинка тоже должна быть красивой и киберспортивной. А низотропную фильтрацию я поставил на высоко, потому что комфортно глазом. Вот что я убрал. Детализация ближних объектов низкая, как бы, пускай там сразу будет на мыле. Детализация дальних объектов тем более. Представляете, вы вдалеке смотрите и будете видеть кирпичик какой-нибудь. Зачем вам это надо? Конечно, низкая. Дальность отрисовки деталей. Короче, ну, зачем ее отрисовывать? Пускай рисует только вблизи, когда ты сам видишь. Когда что-то там вдалеке происходит, тебя не волнует. Качество частиц высоко, качество частиц высоко, следы пули рисунки тоже интересный фактор. Оставил. Вдруг вы увидели следы и, о боги, кто-то тут стрелял. По сути, бесполезная функция, отключайте. Но я оставил. Она практически ничего не ждет. Качество шейдеров высоко. Теселяция. Нафиг я ее отключил. Какая разница у вас? Какая геометрия? Какая разница? Вы играете в бесплатную киберспортивную игру на раздолбанном компе. Какая вам разница, кирпичик у вас будет волнистый или просто прямая полоса? Хотите кайфовать? Ставьте все на высоко, кайфуйте. Хотите, попросили у меня FPS побольше? Вырубаем теселяцию. Память детализации ландшафта. Минимальная. Отражение текстур по требованию включено. Далее что? Здесь размеры кэша 32 гигабайта. Либо отражение тоже можно рубануть их на выключенную. Ничего сильного. Вы понимаете, самое сильное и нужное это разрешение текстур. Красиво. Ализотропная фильтрация. Красиво. Далее что? Поехали. Качество непрямой физической модели. Отключить подводные блики. О боги, вы так часто плаваете под водой, что на вас будут лететь блики. Отключаем. Свет и тени. Если у вас стоят свет и тени, фатальная ошибка. Потому что я все нахрен выгрузил и добавилось целых 5-10 фпс. О боги, это круто. Поэтому низко отключить, низко-низко освещение частиц. Обычное. Кстати, освещение оставьте. Освещение еще ладно. Затенение фонового света. Зачем вам фоновый свет в затенении? Вы наоборот. Кстати. Кстати. Что это я? Затенение фонового освещения добавляет пересекающиеся мягкие тени. Нахрен не надо. Вы должны видеть. Вдруг за этими мягкими тенями сидит, как обычно, какой-нибудь чувак в черных всех обличиях. И ты его просто не увидишь. Поэтому отключаем. Нахрен его в подробное качество у вас работать уже не будет, потому что вы его отключили. Отражение в экране пространстве высоко. Качество статических отражений высоко. Чисто для стримов. Поставил. Регулировка качества статических отражений, конечно же, вам нужно на низкое поставить. И отражение в экранном пространстве тоже на низкое. Так. NVIDIA Reflex. Обязательно включаем. Но здесь ошибка. Повышенная громкость. NVIDIA Reflex появилась с RTX. Что это такое? Это, короче, постобработка, которая работает через NVIDIA Reflex. Бла-бла-бла. Там путь сюда идет. Этот путь сюда идет. И вы его включаете обязательно. И еще повышаете ее эффективность. Не громкость. Это не звук. Это... К этому вообще не относится. Глубина резкости. Убирайте нафиг. Представляете себе, что вы фокусируетесь в прицел, да? А то, что у вас без прицела, который не в фокусе, оно размывается. Надо оно вам? Нет. Дальше поехали. Глобальный эффект размытия. Крутите своим большим дулом, да? Как своей большой елдой. И ничего не видите. Надо оно вам? Нет. Отключаете. Эффект размытия, оружие, движение. То же самое. Но функции прикольные. Я бы чисто для стримов включил. Мне нравится в последнее время размытие. Да, я сошел с ума. Всегда, всю жизнь, играя в игры с шести лет, получил первый компьютер. Когда эта функция появилась, я ее всегда выключаю, выключал размытие. Сейчас постарел, мне нравится размытие. Оно какое-то прикольное. Ты смотришь в это, это реально интересная функция. Зернистность 0.25. Отлично. Теперь, что у нас самое интересное и клевое. Угол обзора 110-120 обязательно. Но чем меньше параметр. Но меньше 80, не вздумайте. Все, невозможно играть. Невозможно. 80 минималка. Это даже, я бы сказал, все это до свидания. Минималка 110. Вот. Если 10 фпс. Чем ниже, тем больше фпс. Тем выше, тем меньше фпс. Но больше угол обзора. Вы представляете, у вас один глаз влево, другой вправо. А по центру вы стреляете. И вы просто, как большой, огромный микроб, можете смотреть по бокам и стрелять по центру. Очень интересная функция. Поле зрения прицела зависимое. Поле зрения для оружия. По умолчанию. Поле зрения вид от третьего лица. На 90 выкручиваем вправо. Так. Дальше что у нас? Здесь камеры все идеально сделаны. Вы спрашиваете меня. А как ты от третьего лица прицеливаешься в первое? Читаем вместе с вами. Прицеливание от третьего лица. И переход. Выбирайте сами. Конечно же, переходите от первого лица. Если вы хотите стрелять от мушки, это спасибо подписчикам, которые показали мне эту функцию на стриме. Камеры зрителей по умолчанию. Это уже вообще без разницы. Вау! Мы настроили! Итак, дорогие друзья. Когда я поставил Warzone только первый раз, да, то увидел, конечно же, некую проблему в 90 фпс. Теперь по моим настроечкам на моем компьютере выходит смело 178-180. Я считаю, что это отличный показатель в 2К. Поэтому все работает стабильно. В левом верхнем углу вы увидите счетчик фпса 182. Но, опять же, у меня компьютер-то мощный, да, но у меня на мощном компьютере без настроек было все очень печально, все очень плохо. Сейчас, как вы видите, все отлично. Единственное, что есть отличие, это вот 170 фпс и 180 при максималке в AMD RFS-R, да, а еще есть DLSS, который можно поставить также на качество. И, смотрите, мне кажется, чуть графика похуже, да, но, по-моему, а по-моему и то же самое. Ппс 167, 168, да? В принципе, вот как-то так. Так, а теперь по графике еще раз обратно идем в AMD FSR и делаем max качество. Смотрим. Нет, на FSR чуть, по-моему, получше. 162 фпс со 159-180. Можно уже отлично катать, что-то уже делать. Ну что, ребята, с вами был Лего. Всем удачи и всем пока. Не забывайте писать ваши комментарии. Возможно, вы можете что-то подправить меня. И я это использую и посмотрю, может быть, у вас есть результат лучше для меня. Так что, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok